Девушки отдыхают Пощажу Скажите спасибо Что я не хочу, чтобы мамина подруга На меня сердилась Лучшая подруга Так Туда можно? Нет, туда нельзя пройти Что? Здравствуй, Люси Как дела? Тебе что-нибудь нужно? Здравствуйте, Оливия Мама просила меня зайти к вам А, да, я обещала твоей маме овощи Но, к сожалению, не могу попасть в дом Вышла минутка, когда вернулась Дверная ручка исчезла Не знаю, что и делать А у меня есть? А, нет, не сюда По-моему, у меня... Да, у меня есть Иди Отсюда? Ну да Прекрасно, ты нашла дверную ручку Подожди меня, здесь я сейчас принесу овощи Вот Свежие овощи для моей милой Люси Знак благодарности я добавила немного Добавила немного Чего? Еще овощей добавила? Ты мне помогла в очень непростой ситуации Получены овощи Кажется, у меня список весь сложился Передай привет маме от меня Ну вот Все сделала Теперь пора домой Мама меня ждет Так, сумка продуктов Так, подождите Подождите Что-то я прям хотела сделать До того, как вернуть овощи А, я, по-моему, все сделала, да? Да, вроде бы все сделала Пекарня была Этих разогнала Этого мяч достала Все вроде тогда Ой Хотела нажать сюда А вот А, тут нет никого Только на людей-то действует Так, а с ней я, по-моему, та же уже взаимодействовала Она боялась, что кого-то там скушает монстр Спасибо, Людь А, ну все, да-да-да Я уже ей рассказала, что они там творят Ну тогда только овощи осталось отдать Так Интересно, что они собираются готовить? Помни, что тебе нужно вернуться до обеда А куда мне это, овощи-то, матери отдать? Ты все принесла? Отлично Я тоже почти закончила Ну что, начнем подготовку? Да Чего готовить-то будем? О, как Прям так О, вот это бабуся мне нравится Люси, раздай, пожалуйста, бутерброды Когда закончишь, можешь пойти поиграть с друзьями Хорошо, мам Получим бутерброды Много их раздавать? Всем? А, пять штук Он так и не появился, да? Угу Должно быть, так и сидит Заперевшись в подвале Он даже свою лавку сегодня открывал Он прекрасно знает, что праздник урожая Самое важное собрание жителей в году Он доставил нам масс неприятностей, закрыв лавку Я думаю, нам надо искать другого пекаря Да, разумная мысль Где ж вы его искать-то будете? Вы ж посреди леса Никакого уважения к людям Да уж Так, ну Да, я пока со всеми поговорю Ой, это, наверное, лесник, да? Ой, лесник, это Дровосек Или лесник Кто он там у них? Неговорящий Он крепко спит Щеночек Щеночком он был Смешнее Смешнее, милее Так, тут все смотреть можно, да? У плотника много увлечений Но все говорят о его Кленовом сиропе Интересно, какие ингредиенты он использует? Думаю, изготовление инструментов Более полезное дело Ням-ням, сыр Свежий сыр Зрелый сыр Сыр с плесенью Никто больше не соблюдает Правил в этой деревне Вот люди продолжают пропадать Потому что молодежь такая пошла Да, все из интернету Так, это одно и то же они плетут Понятно Ну вот этот дед тоже ничего Ваш яблочный сок Всегда чудесный Эээ, спасибо Мы петерброды принесли Хотите? О, не-нет Безусловно, нет Мне нужно быть очень осторожным Еде Чтобы изжога не началась Ну, спасибо тебе, деточка Ясно? Не за что И я целый день Не могла попасть к себе в дом Какой кошмар Я так счастлива, что люди Люси ее нашли Люди Почему-то люди Я хочу назвать ее Люси ее нашла Иначе бы я не успел Подготовиться к празднику Да, блин Когда речь идет о цветах Никого лучше Оливии не найти Она всегда может похвастаться Новыми цветами Хотя Те, что она показывала В этом году Прямо скажем Я от них не в восторге В прошлом году Были более яркие Они очень оживленно Друг с другом беседуют Окей Так Бать, что скажешь? Мне нравится масло Которое делает фермер Хочу им закупиться Ты ведь Тебе ведь оно тоже нравится Да, Люси? Эм Конечно Оно же все одинаковое Ну что, ты вовсе нет Я тебе докажу это Приготовлю свое Самое вкусное блюдо Вот увидишь Так Ну, наверное Бутера пора раздавать Эм Простите Хотите бутербродов? Смотри Это же дочка Элоизы Еще одна Которая плевать На... Еще одна Которая плевать На плав... На плавила Ладно, пусть шепеляет Которая По пласту Тратит время На пение Детка Ты бы лучше Больше своего отца Слушала Он дел говорит К счастью Не перевелись Еще мужья Вроде него Да Только жена Его не знает Что такое уважение Ё-моё Ай Что толк с ним Говорить Игнорируй их Это же деды С бабками Так Этот бутерброд Отказался Сразу Простите Не хотите ли бутерброд? Спасибо Пожалуйста А песику Можно дать Петерброд? У меня для тебя Кое-что есть Сладких снов Вы получили Наклейку Ну ладно Дед отказался Эти оживленно Общаются У меня осталось Два Да Хотите бутерброд? Ой детка Спасибо тебе большое Так И Не знаю Они мне не очень Ни вот эти Ни те Мне не нравятся Ну ладно С этого Хоть я знаю Он там рыбу ловил Самую большую Хотел поймать Простите меня Не хотите бутерброд? Да Люси Спасибо Ну вот Я все раздала Умница Люси Теперь иди Поиграй с друзьями И если как следует Прислушаться То можно услышать Бульканье чудовища Что живет в колонце Ха-ха-ха Я уверена Это у тебя в животе урчит Не Нет там Никакого чудовища Прекрати Рыжик Меня этот рассказ Очень напугал Давай Расскажи нам Свою историю Раз уж Ты такой смелый О да У меня есть отличная история Но сначала Я хочу послушать Кто-нибудь из вас Девчонок Давай Галка Твоя очередь Я Мне нечего рассказать Я не трачу свое время На придуманные Какие-то истории Солнышко Солнышко Тогда давай ты Ну страшные истории Страшные Да Ладно Я расскажу О Интересно Послушаем Спасибо Люся Что ж Это история О рыжем Тимми Давным-давно Еще до нашего рождения Жил в деревне Мальчик По имени Тимми Это был Маленький Рыжеволосый Озорник Ему очень нравилось Делать всякие пакости И Красть кукурузу Прятать обувь Играть Играть в прятки Кладбище Сапожная мастерская Поле Что страшнее Поле или кладбище Поле В поле Однажды фермер Которым надоело Проделки Тимми Решил разместить Капкан Это какая-то Бессмыслица Кажется я запуталась Начну сначала А что-то я неправильно Сделала Неправильно Ответила А что-то еще Выбирать надо Я думаю Я историю Придумаю Ну давай Играть в прятки На кладбище Однажды Могильщик Которым надоел Что Тимми Вечно Ошивается Где-то Поблизости Решил Разместить Капкан Однажды Днем Тимми Как обычно Решил спрятаться На кладбище Но не успел Он зайти За ограду Как Щелк Капкан Защелкнулся И оторвал Тимми ногу С тех пор Его прозвали Хромым Тимми Перестань Солнышко Совсем не страшная история Просто ерунда Ну все Хватит Теперь я А вы слышали Когда-нибудь Настоящую историю леса Уверен Всех подробностей Вы не знаете А ты знаешь О поверь У меня есть свои Способы узнать Мне сказали Что когда чудовище Забирает людей Они утаскивают Их в лес Во тьму А потом Мучают Неделями Они разрывают Людей на части По кускам Сначала Она съедает Глаза Потом Ногти Потом Пальцы На ногах Пальцы Да И на руках Тоже Один за одним И наконец Принимается За самое вкусное Мозги Рыжик Тише Тише Ой Рыжик Ты же знаешь Что кричать запрещено Иди домой Сейчас же Да Короче Нельзя громко говорить Иначе Внимание Что-то привлечет Вечно Он переходит Границы А где Синька Синька Спрятался Под стол Что-ли Ну вот Теперь Синька Плачет Не так давно Но его дядя Пропал В лесу Рыжик Как обычно Рыжик Как обычно Слишком много Говорит Я начинаю путаться В них Смотри Смотри Где ты Счез Откуда Со стула Люси 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 Солнышко Ты меня Слышишь Да Прости Я Задумалась Давай попробуем Еще раз Последнюю часть Хорошо Дай я Послушаю Последнюю Песню Что мы Разучили Вы Получили Ноту Окей Ага У меня Еще Одно Не хватает У тебя Чудесный Голос Люси Мам Почему Никто Никогда Не поет Как ты Знаешь Люси Твоя мама Редко Поет На публике Но мне Кажется Ты можешь Не стесняться И петь Рыжик Сегодня Прогнал Прогнали С праздника Поскольку Его немного Занесло Как обычно Я знаю Что кричать Запрещено Об этом Есть много Историй Но деревня Выглядит Такой Мрачной Разве Не было бы Лучше Если бы Мы все Пели вместе Это Сложно Объяснить Знаешь Иногда Страх Может Отнять В тебя Голос Но Если Хочешь Есть Очень Много Песен Которые Я могу С тобой Выучить Конечно Мне нравится Петь Вместе С тобой Ух ты Уже Так Поздно Я Должна Была Сегодня Вернуть Корзину Оливии Продолжим Завтра Ладно Можешь Последить За Супом Пока Мне Не будет Смотри Чтоб Не Выкипел Может Утром Завтра Отнесешь Корзина Это Не Так Жизневажный Орган Чтобы Его Нужно Скорее Ночью Нести Спасибо Солнышко Скажи Папе Когда он Вернется Из Подвала Что Я пошла К Оливии А что Папа В подвал Делает До встречи А подвал У вас Вот Наверху Зайди Ты Скажи Ему Ёлки Палки Вместе Пошли Что Вообще Тут За Люди Такие Папа Бухал В подвале Что Ну все Я закончила Пахнет Вкусно О Люси Ты Одна А где Мама Она Пошла К Оливии Вернуть Корзину Что Такое Время Ну там же Там Как Давно Это Было Люси Я Не знаю Думаю Довольно Давно Неужели Уже Стемнело Ой Батя Побежал Пап Папа Стриглом Понесся Ё-моё Ты Откуда Бежишь То Это Че Такое Как Ты Оказываешь У себя Дома Кто Тебя Так Оберегает Сильно Ага Батя Вернулся А Матя Где Потерялась Украли Той Ночью Элоиза Не вернулась Домой Блин Да Что За Человек Почему Почему Она Должна Была Ити Ночью Отдавать Корзину На Кой Фиг Нужна Корзина Ночью Отдала Утром В чем Проблема Зачем Что Это Такой За Жизненно Важный Орган Что Корзину Нужно Нести Знай Такую Фигню Ты Бомбит Последняя Нота Или Какая Это Нота Глава Третья Тут У названий Нет глав У названий Нет глав Блин У глав Нет названий Мам Искать Мама Где Ты Это Кто Просить Помощи Мне Что Таких Помощи Страшно Просить Где Мама Где Мама За простынями Ух Ты Спросить Где Мама Что Это Гравбез Ну Что Там Посмотреть Поближе Мам Потянуться Вот Этот Психодел Мне Вообще Не Понятие Он Должен Пугать Разъяснять Что Он Должен Мне Дать Что Ух Ты Что Что Это Такое Может быть Просто Игра Моего Воображения О Привет Косик Кажется Хоть Ты Хорошо Спал Я Никак Не Могу Поверить В Это Мама Пропала И Я Думаю Что В этом Отчасти Я Виновата Если Б Я Вовремя Сообразила Что Уже Так Поздно Косик У меня Столько Вопросов Люди Пропадают Совершенно Бесследно Как Так Вообще Может Быть Они По Прежнему Живы Где то Там В лесу А Чудовище Который Я Видела Той Ночью Почему Она Не Забрала Меня Правда В том Что Я Ничего Не Знаю Может Быть Кто Что Знает Кто Небудь Деревня Как Неправильно Звучит Фраза Косик Я Решила Что Делать Делать Дальше Я Хочу Понять Надо Поспрашивать И Начну С Папы Так Да Тихо Косик Пошли Ой Мама Пап Его Нет Дома Что Это Получено Записка Ток Не Говорить Что Бать Поперся В лес Доброе Утро Люси Сегодня Мне Надо Помочь Тома В поле Я Скоро Вернусь Пожалуйста Не Выходи На Улица Одна И Не Беспокойся Насчет Еды Об Этим Забочусь Люблю Тебя Папа По Скриптам Эта Кукла Для Тебя Береги Ее Ладно О Подарок Для Меня Какая Она Мягкая Папа Нет Дома И Мне Нельзя Выходить Кажется Нам Надо Внести Корректив В План Расследования О Там У двери Кто-то Есть И Ду О Это Вы Мисс Оливия Здравствуй Милая Как Ты Себя Чувствуешь О Прости Какой Глупый Вопрос Я Ну Что ж Ты Стоишь Там Подойди И Смотри Что Я Тебе Принесла Корзинку Которую Мать Несла Тебе Странная Фигня Какая Тебе Держи Печенье Еще Теплое Надеюсь Оно Тебе Понравится А Где Твой Папа Его Нет Дома Понятно Ты Не Знаешь Во Сколько Он Вернется Я Че Не Поняла Мать Только В лесу Пропала А К Бате Тетти Как Как Их Там Тащит Что Тащит В основном Подкатываешь Что Я Не Поняла К Нашему Бате Ты Че У нас Мать Че Живая Иди Нафиг Отсюда Печеньем Меня Тут Прикармливает Мне Мне Правда Жаль Дорогая Должно Быть Тебе Очень Тяжело Без Мамы Я Никак Не Могу Забыть Ту Ночь Когда Она Пропала Сколько Прошло Времени То Я Просто Хотела Поговорить С твоим Отцом О том Что Случилось Простите Меня Но Увы Вы Ее Видели Той Ночью А Что Нет Нет Я Никак Никого Не Видела Дело В том Что Она Вечла К вам Пошла Вернуть В вашу Корзину Ах да Корзина Я Нашла Ее Под Дверью И Все Папа Еще Некоторое Время Не Будет Если Хотите Подождать Здесь Мы Можем Поболтать Я О Многом Хотела Вас Расспросить О Какая Хорошая Куколка Это Папин Подарок Ну Конечно Чей Еще Так Мило Почему Быть Пойти Поиграть С новой Куколой А я Здесь Подожду Пока Папа Вернется Но Я Хотела Знаешь Что У меня Есть Отличная Идея Это Печенье Отлично Подойдет К чаю Да Дорогая Заваришь Нам Чайку Будь Добра На Это Давай Получено Печенье Ой Кстати Там Нам Наклейку Дали Наклейка Была Я Часто Играла С угольком Мы С ним Озерничали И Папа Беспокоился Как бы Мы Кому Нибудь Не Помешали Но Вот Плотник Никогда Ничего Не Говорил Ну Если Мы Не Пытались Дотронуться До Его Инструментов А Когда Он Щенком Был Ну Понятно Так Чай 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 А Где Ага Ведро Воды Необходимо Его Необходимо Его Что Подожди Мы В сотейнике Будем Готовить Чай У нас Чайника Нету Ладно В сотейник В камин Да Ждать Недолго Вода Еще не Вскипела А пока Куда Ты Положила Чай Куда Ты Положил Чай Папа Что Утро Наступил Так Давно Что Утро Наступил Так Давно Что Ты Успел Устать Да А Это Вопрос Был Хорошая Кошачья Жизнь Здесь Папа Хранит Специи Какой Беспорядок Что Произошло Написи На Баночках Со Специями Стерты Я Ничего Не могу Прочитать Пай Ну Чай Пахнет Же Ты Издеваешься Да Я Знаю Как В Это Играть Уж В Этот Я Знаю Как Играть Так Куда Это Мы Вышли Так На На Нее Нужно Наводиться Теперь А Держать Ёлки Палки Это Сделать Будет Сложнее Так Ладно Начнем С углов Как Обычные Пазлы Так Это Откуда Наверное Вот Отсюда Ага Так Это Тоже Угол Да Это Тоже Угол Кажется Это Верхний Угол Откуда Это 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 Точно Верх Или Это Не Нет Наверное Все Так Это Не Верх Это Где-то Вот Здесь Но Это Точно Не Низ Или Все-таки Низ А Низ Так Что Еще Может Тут Походить На Угол Нет Ну Это Откуда Отсюда Мне Кажется Нет Разве Ладно Пока Пусть Здесь Полежит Так Есть Еще Наверху Вот Так Так Еще Скругленные Так Тоже Пусть Тут Полежит Ага Это Вот Как-то Так Да Да Ага Теперь Это Сюда Ага Это Вот Сюда Куда-то Хотя Нет Наверное Это Откуда-то С другого Места Откуда-то Не похоже Ладно Вообще Чай Можно По запаху Определить Но нет Мы будем Сидеть Собирать Пазлы Иначе Какая же Игра Получится Без Пазлов Так Тоже Непонятно Вот От Откуда-то Отсюда Точно Так Почти Разгреблись Так Так Где-то Еще Так Ага Это Явно Не чай Тоже Не сюда А вот он Еще Не знаю Не знаю Ну Такая Темная Значит Где-то Отсюда Вот сюда Вот Да Теперь Нет Нет Тоненькая Должна Должна Вот Она Я не пойму Кто тут так Беснился Что Аж Все Порвал Батя Батя Не мог Найти Специей Тоже Чай Искал Ну Чай Вот Он Я его Уже Вижу Но Она Его Конечно Не Видит Пока Так Дай сюда Куда ты ушел Нет Нет Угу Ох уж и муторно Это все дело Это вот сюда Наверное Нет Не похоже Что сюда Ну Вообще Наверное Все-таки Сюда Но Я не пойму С какой стороны Это уголок Ааа Это низ Я думала Это где-то Вверху Почти разрулили Так Вот Чай А на геймпаде Это сложнее Делать Теперь я могу Понять Где чай А где Порошок Чили Слушай Ты по запаху Могла бы Это понять Ну да Ладно Ну Вода Закипела Ой Обожглась Ну А что с ее Голыми руками Ты ее Фигачишь Получен Чай Давай Напоим А у тебя Сыворотки Правда Нету Ну Так На всякий Случай Спасибо Дорогая Ого Какой вкусный Твой чай Не такой Как у отца Но определенно Чувствуется Что ты его Дочь Дорогая Ты много Про отца Прям Треплешься Не могу Прям Конечно Конечно Я больше Не маленькая Девочка Могу Сама Решать Многие Задачи Да Конечно Ты больше Не малышка О Как же Быстро Растут Дети Значит Вы можете Рассказать Мне то Что Хотела Сказать Папе О Ну Это Почему бы Тебе Не поиграть На улице Люси Сегодня Чудесный День А я Посижу Здесь Буду Тихоньку Пить чай И ждать Твоего отца Быть хорошей Девочкой Ничего Не получается Даже чай Не помог Придется Искать Другой Способ Так Ну Можно Конечно Это На нее Пением Да Повлиять Пением Но Это Мы Сделаем В следующий Раз Потому Что Уже И так Все Затянул Хотя Мы пазл Давайте Сейчас Сделаем Мы пазл Долго Расчищали Так что Давайте Споем Что это С кем Ты в меч Ты играл Это Детство Твое Ох Так Нет Назад Да Нет Вот тут Я многовато Хватанул Похоже Да Нет Не Не так Пошла Наверное Нужно Вот Так Вот А как А никак Так Что-то Уже Неправильно Кучка Загадок Тогда Попробуем А тут Тоже Не Получается А и так Я не могу Да Ну Давай Вот Вот Так Нет А как Все равно Не получается А через Да Через все Обязательно Нужно Проходить А тут Я уже Не проскочу И все Я застряла И опять Я застряла Нет Нужно Сделать Так Чтобы Я Оказалась Вверху Вот Этой Пуговицы Тут Наверное Все было Все-таки Правильно Нет Опять Получается Что Снизу Загадки Пошли Непонятного Формата Тогда Попробуем Вот так Все-таки И так Все равно Не выходит Я в тупике Еще Полчаса Потратим На загадку Подожди А можно Менять Узел Что ли А что Вы раньше Не сказали Я тут Блин Сижу Мучаюсь И раз Один Пытаюсь А Только Один Можно Выбрать Да Узел Ясно Ясно Ну Наверное С этого Начнем Узла Во Все Нормально Я эти узлы Не заметила Так Я как раз Я как раз Я вспомнила Одну Историю Своего Детства Знаешь Твоя мама Всегда была Очень Безрассудной А Это Это не ты Вызвалась Мать Мать твоя Мать твоя Мать Ей Этой Люси Вызвалась Однажды Наш мяч Укатился В лес И она Была Такой Храброй Что Пошла За ним В одиночку Можешь Представить Себя В лес Она Не боялась Их А стоило бы В последнее время У меня было ощущение Что она за ней следит Что он за ней следит Лес Ах ты А я же Ее лучшая подруга Нет Нет Они должны были Видеть меня С твоей мамой Так часто Что А Диалог какой-то Странный Она испугалась Что ее тоже Лес видел И тоже заберет Погодите О чем это вы говорите Люси Люси милая Ты Ты ведь боишься Чудовищ Да Ты никогда не пойдешь В лес Да Никогда не делай этого Они увидят тебя Если они забрали Твою маму То наверняка Следят и за нами Не подходишь Даже близко К лесу Люси Прости Люси Я И Кажется Знаю Где может быть Папа Пойду поищу его Да Дорогая Хорошо Что-то Психопаты Одни Какие-то Оливия Пугает Меня Когда я Пытаюсь Что-то Понять Взрослые Всегда Стараются Меня Напугать Я Не боюсь Я Не сдамся Я хочу Узнать Что Случилось С мамой Я Продолжу Расспросы И буду Делать Записи Можно Использовать Для записи Папина Послание Заметки Люси Ну окей Да Начнется Расследование Да начнется Расследование Ух Ух уж эти Странные Диалоги Ладно Давайте На этом Закончим Ой Тем более Что у меня Гейм подсадится Вы знаете Что делать Подписывайтесь Ставьте лайк Комментируйте И не забывайте Что вы Самые Самые волшебные Фурфыр Заметки Заметки